Дамы и господа, другие подруги, мальчики и девочки, леди и джентльмены, приготовьтесь! В этом видеоролике вы узнаете топ секрет создания закрытой приватной сессии для вас и ваших друзей. В эту сессию не сможет подключиться ни один игрок, даже если ваш друг без приглашения он в нее не зайдет. Все случайные события работают в этом режиме. Миссии, задания, можно перевозить телеги с самогонщиками, ни один грифер, так сказать, не зайдет к вам, чтобы потревожить ваш покой с вашими друзьями. Именно в этом ролике. Если вы знали про этот способ, не надо ставить дизлайк и говорить, что это баян-баянище, потому что не все об этом знают. С вами Готика, Сократ, погнали! Для того, чтобы создать стабильную соло-сессию в Red Dead Online, нам нужен один ваш товарищ. И все, собственно, больше ничего. Так как в этой игре используется механика создания одиночной сессии в тот момент, когда вы меняете персонажа или, допустим, играете в покер. Да-да, когда вы играете с другом в покер или с рандомными людьми, создается одиночная сессия. Вам кажется, что замкнутое пространство вокруг вас и сзади на заднем плане вообще ничего не происходит, как будто это отдельная локация. Но нет, это отдельная сессия. То есть для того, чтобы поиграть в покер и в этой сессии не находилось никого, создается закрытая сессия. Так вот, вы можете остаться в этой закрытой сессии, но не играя в покер. Для того, чтобы это сделать, нужны манипуляции как с вашей стороны, так и со стороны друга. Давайте рассмотрим, что должны делать непосредственно вы, для того, чтобы помочь вашему другу создать одиночную сессию. Вы бежите к покерному столу и создаете частную игру. И отправляете приглашение вашему другу, тому, кто будет создавать эту одиночную сессию. В данный момент не получится отправить через социал-клаб. То есть вы должны именно отправить, уже находясь за столом этого покера. После того, как вы отправили кнопку пригласить друга, вы открываете социал-клаб. Это по умолчанию кнопка home. И ищите абсолютно другого человека, другого друга. И готовьтесь нажать кнопку присоединиться. После того, как вы наведете на кнопочку присоединиться, но не нажмете, предупредите того человека, которому вы отправили приглашение занять покерный стол, принять это приглашение. После того, как он примет это приглашение, начнется загрузка к этому столу покерному. И не забудьте поставить социальная игра «Выключить», для того, чтобы ваши друзья не смогли сюда подключиться. Можно это сделать через L. Вы же в этот момент нажимаете «Присоединиться» к вашему абсолютно другому другу. В этот момент друг ваш, который прыгнул к вам за покерный стол, окажется в соло-сессии. А вас приканатят совершенно в другую сессию. После этого друг, который у вас остался в соло-сессии, сможет вас пригласить обратно. Что будет, если друг ваш вылетит? Ничего. Тот, кто останется в сессии, так и будет ей править, так сказать, бесконечно, пока не выйдут из нее все. Работает это по механике карточного стола. То есть 6 человек могут находиться за столом, соответственно, 6 человек могут находиться в этой одиночной сессии. В игре к вам нельзя будет присоединиться, будет лишь меню позвать вас к себе в сессию. Но к вам присоединиться без вашего приглашения не получится. Здесь 100% спаун животных, 100% выполнение заданий, дейликов. Никто не будет мешать, никто не будет бегать. Зашли, сделали дейлики, перевезли телегу, вышли, пошли играть другие игры. Если вас прям так уж не интересует то, чем занимается Готик. А если вас это интересует, обязательно вступайте к нам в Дискорд, ссылки в описании. Этот способ не новый, он баянистый. Но тем не менее, те, кто не знал, поддержите это видео лайком. Потому что предыдущие способы создания соло-сессии приводят к тому, что через 40-50 секунд, может быть минут даже 10 максимум, игроки наполняются в сессии. В этом же случае никто не окажется с вами в сессии. Правильный подход, правильный контент, правильный лайк. Вот что от вас я жду. С вами была Готик. Сократ, удачи! Сократ, удачи!